МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 октября 1943 года левофланговые армии Калининского фронта 43-е и 39-е нанесли отвлекающий удар по фашистским войскам из района Невеля. В результате четырехдневных боев удалось продвинуться на 10-18 километров и 8 октября освободить город Лиозно Витебской области. Приказом Верховного Главнокомандующего пяти соединениям и частям было присвоено почетное наименование Лиозненских. 6 октября 1943 года на Невельском направлении перешли в наступление правофланговые третья и четвертая ударные армии Калининского фронта в тыл Витебской группировки противника стыка армий Центр и Север. Через два дня освободили город Невель и сделали 20-километровый разрыв в линии фронта. Гитлеровское военное руководство чрезвычайно встревожило складывающаяся обстановка. Существовала реальная угроза потери Витебска, а далее через Даугов пил спуть на Ригу. Складывалась реальная возможность выхода советских войск к Полоцку. Против советских войск было дополнительно брошено семь пехотных и одна танковая дивизии. Значительно усилили третью танковую армию, обеспечивающую охрану оперативного тыла. По приказу Геринга сюда были перенацелены силы 6-го воздушного флота. Немцам удалось приостановить наступление. 3 октября основные силы Западного фронта фактически без передышки возобновили наступление в направлении горки Орша. Удар наносили войска 10-й гвардейской, 21-й и 33-й армий. Несмотря на мужество и героизм советских воинов, прорвать вражескую оборону и решить поставленные задачи они не смогли. Во время этой первой Оршанской операции 12 октября 1943 года в районе деревни Ленина, Горецкий район, впервые в бой вступила 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшка, сформированная летом на территории СССР и вооруженная советской боевой техникой. Ставка проанализировала причины неудач и потребовала от командования Западного фронта начать срочную перегруппировку войск. Одновременно с действиями Западного фронта на Витебском, Оршанском и Могилевском направлениях, 15 октября 1943-го Центральный фронт левым крылом развернул наступление на Гомельско-Бобруйском направлении. Боевые действия начали силами 61-й и 65-й армии вдоль Днепра в направлении Речицы, Жлобина, в тыл немецких войск. Днепр форсировали 16 октября, а 17 октября освободили городской поселок Луев. Здесь отличился гомельчанин и ефрейтор Борис Цариков. 30 октября 1943-го года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Был захвачен стратегический плацдарм на правом берегу Днепра шириной около 40 километров и глубиной до 20 километров. Так начиналось освобождение Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова